Ну что ж, тесты на укол. Вот, по крайней мере, эта серия закончена. Те ножи, которые я хотел, попробуйте. Я попробую. Сейчас я хочу немного передохнуть, попить чай и подвести итоги. Тут просто дикий дубак, холодно. Значит, эти два бокера, что про них можно сказать? Кстати, особой какой-то пенетративной сверхспособности на этом штыке замечено не было. Хотя, казалось бы, что кончик очень многообещающий. Казалось бы, что это прям... Но колет он примерно так же, как и такой строй клинка. Насчет этих ножей, можно сказать, что главное их достоинство, это то, что они произведены в Германии. И не так много бокеров сейчас делается в Германии. И, в принципе, просто прикольные вещицы. Замки, что по ним можно сказать. Ну, при ударе, какие-то динамические нагрузки, находясь внутри мишени, они выдержали, но при этом любые достаточно слабенькие удары обушком, они складывались. В принципе, ну, лайнер-лок, чего от него ожидать. Но, тем удивительнее поведение сегодня для меня вот этого ножа. Честно говоря, я как так, ну, скептически отношусь к Эмерсонам. Если вы смотрели видео, где я всё рассказываю про этот нож, то, да, вы могли понять, насколько я так достаточно иронично говорю. Но, что выяснилось по итогу, строй клинка действительно обеспечивает дикую проникающую способность. То есть, это стамеска. И за счёт того, что тут, как бы, сведено всё, что здесь вообще плоская сторона, а здесь всё сходится, как бы, таким, ну, грубо говоря, треугольничком, то площадь сопротивления клинку получается очень небольшой. И клинок влетает реально, как по маслу. Замок, динамическую нагрузку внутри мишени он выдержал. Удары обухом тоже выдержал, но после всего этого он стал заходить почти что на всю свою глубину. Титановый лайнер, ну, в принципе, он отрабатывает, да, титан, в отличие от стальных лайнеров, он залипает, я думаю, за счёт этого он не соскакивает так бодро. То есть, сталь об сталь очень хорошо трётся и просто выскальзывает, когда идёт динамическая нагрузка на обух. А здесь титан более вязкий, он, как бы, немного прилипает, видимо, на сталь и удерживается, но при этом сам по себе достаточно активно изнашивается. Ну, в принципе, восстановить это, я думаю, проблем не будет. И всё-таки Эмерсон меня порадовал. Несмотря на то, что никаких особенных подпальцевых выемок здесь нет, тоже в руке, ну, в перчатке, да, будем говорить, в сухой перчатке, удерживался достаточно надёжно. Глубоко колол и замок держит. Это меня прям сильно удивило. Потом мод Марк 1. Ну, что тут сказать. Нож сам по себе очень крутой. Эргономика рукояти действительно достойная. То есть, при удержании никаких вообще не возникает вопросов. То есть, я очень надёжно и уверенно его удерживал. Никаких поползновений вообще, чтобы рука хочет куда-то скольчить, нет. Даже вот на всех этих трёх ножах были какие-то такие спорные моменты. Ну, достаточно безопасно, но здесь это просто чемпионский вариант из этих вот. Но само по себе проникание в мишень, как ни странно, не такое уж и глубокое. Хотя мы видим, что здесь как бы есть сведж. В принципе, нормально, но ничего особо выдающегося. Замок, ну, без вопросов. Тут надёжный баттон-лок, отличный автоматический, как бы выставляющийся. Берёшь, и сразу же у тебя вставляется предохранитель. С этим всё надёжно и неплохо. Ну, и открытие сегодняшнего дня. Это вот эти вот пластиковые кинжальчики. Колят они совершенно люто. Влетают по рукоять. Серрейтор рабочий кромсает картон вообще без проблем. После нескольких ударов в плотный картон никаких серьёзных деформаций нет. Чуть-чуть пластик износился, но не сильно. То есть, он даже остался ещё рабочим. То есть, это прекрасная вещь. В своей нише непищащий, так сказать, нож скрытого ношения, но при этом с весьма рабочим потенциалом. Хорошая вещь. Ну что ж, вот, пожалуй, и всё на данный момент. Ждите новых тестов и новых видео. Спасибо за просмотр.